Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! На данный момент у нас в стране практически не существует каких-либо действительно серьезных публикаций, посвященных этой теме. В основном это переводные работы. У нас нет собственного национального исследования, которое бы хотя бы сделало срез по тому, какая терапия проводится пациентам при окончании их жизни в отделениях реанимации. У нас есть приказ по палеоативной помощи, и палеоативная помощь развивается достаточно активно в нашей стране, но тем не менее мы не должны забывать о том, что вообще-то отделение анестезиологии, реанимации и палата интенсивной терапии – это не палеоативная помощь. Но тем не менее около 20% пациентов, которые умирают в стационарах, они умирают именно в реанимации. Не то чтобы до них не доходит палеоативная помощь. Палеоативная помощь доходит, если есть такое желание. Вопрос в том, что просто такой пациент может не успеть ее получить. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что работаем с пациентами, с которыми должны работать специалисты по палеоативной помощи. А в действительности эту задачу на себя берет анестезиолог-реаниматолог. Я бы не сказала, что эта тема решена нашими коллегами зарубежными. Она активно обсуждается, но полного решения пока еще не видно. Оно не наступило, но во всяком случае хотя бы срезы каких-то популяционных исследований, чтобы мы понимали, что происходит в отделениях реанимации, уже существует. В частности, в 2019 году в Североамериканских Соединенных Штатах было произведено исследование в 68 центрах, где оценивалось просто безоценочно, хорошо, плохо, вообще, как происходит умирание пациента в условиях реанимации. И вы видите, что они в качестве благоприятных событий, тире критериев оценки своих действий, выбрали такие вещи, которые, в общем-то, для нас не характерны, а именно экстубация до момента смерти, отсутствие сердечно-легочной реанимации в последний час жизни. Далее, то, что для нас мы, безусловно, поддерживаем это время без делирия в последние 24 часа, без болевой промежуток в последние 24 часа. И крайне дискутабельная ситуация в наших реанимациях – это присутствие семьи во время последних часов жизни пациента в реанимации. Результаты, которые получили наши американские коллеги, представлены здесь, как вы видите, просто, еще раз, это неплохо и нехорошо. Это просто выделено три, скажем так, самых частых сценария поведения врачей в условиях интенсивной терапии. И, как вы видите, в тех случаях, когда, например, реже экстубировался пациент и реже отказывались доктора от целечно-легочной реанимации, в этих ситуациях, например, чаще заботились о том, чтобы пациент был в большей степени обезболен. Если все критерии были хороши, то, как правило, пациент находился при этом в делирии. Но, тем не менее, около 40% всех центров, в которых приняли участие, достигали достаточно высоких показателей по всем пяти критериям события жизни. Наши европейские коллеги занялись этим вопросом еще раньше. Первое исследование, которое называлось «Сетикус-1», было проведено еще в 1999 году. В нем приняли участие очень много европейских стран, за исключением Франции. В 22 центрах были, опять же, просто выявлены сценарии окончания жизни. Это либо прекращение продлевающей терапии, либо просто ее неназначение, так называемое активное сокращение процесса смерти, сердечно-легочная реанимация проводилась или нет, и фиксация на основании смерти мозга. Сравнивались результаты. В 1999 году было проведено первичное исследование. По результатам этого исследования были приняты во многих странах соответствующие юридические решения, в том числе знаменитый вопрос об эвтаназии, который обсуждалось активно в Европе, был принят в многих странах, в каждой стране индивидуально, на основании тех данных, которые получились при исследовании «Этикус-1». И через несколько лет провели исследование «Этикус-2», и мы с вами видим, что значительно сократилось по сравнению с 1999 годом количество отказов от продолжающей жизни терапии, сократилось количество сердечно-легочной реанимации, которая приводится у пациентов, значительно сократилось количество фиксаций смерти мозга и сокращение, ограничение, продлевающее жизнь терапии. Стало значительно чаще, чем было в 1999 году. Выводы, которые сделали специалисты европейские, что несмотря на то, что в Европе, в отличие от Российской Федерации, эвтаназия имеет общественное одобрение, реальное ее использование в отделениях интенсивной терапии не имеет смысла. Это не приводит ни к чему, ни к каким положительным эффектам. И сокращение процесса смерти тоже не нужно в отделении интенсивной терапии. Все происходит само собой, если приняты какие-то законодательные акты, о которых мы скажем чуть позже на примере Франции. И постоянный контроль со стороны родственников тоже ни к чему плохому не приводит. Наоборот, если активно контактировать с родственниками пациента, это приводит к более спокойному уходу пациента из жизни. Франция отказалась от этих обоих исследований по этическим соображениям. Центральный этический комитет Франции не подтвердил возможность проведения этого исследования. Но они приняли закон в 2005 году, закон Леонетти, так называемый, который постулировал некоторые права и обязанности врача по отношению к пациенту, который находится на последних этапах своей жизни. Так вот, во Франции эвтаназия запрещена как таковая, но при этом постулируется как основной принцип нахождения пациента в интенсивной терапии, что лечение не должно быть чрезмерным. Вот это не должно быть чрезмерным для французов очень важно. И в 2005 году этот закон был принят. Далее, вот это лечение пациента не должно быть чрезмерным, привело к двум очень громким случаям судебного разбирательства, когда врачи принимали решение, что лечение чрезмерное прекращали жизнь пациента, а родственники были недовольны. И это привело к пересмотру этого закона в 2016 году, где врач был обязан проводить какие-либо мероприятия по отношению к пациенту. То есть от формулировки «врач имеет право», «врач может посоветоваться» были ужесточены юридические вопросы, которые просто обязывали врача к определенным действиям. Так вот, к чему же обязывает закон Леонетти французского врача? Во-первых, есть особенности восприятия, которые не всегда нам понятны, но тем не менее, вот они есть, и мы бы должны неплохо было бы ознакомиться с этим опытом. Искусственное питание и искусственная инфузионная терапия считаются лечением, и в определенных ситуациях могут считаться избыточным лечением. Считается, что седация не приводит к смерти, и пациент имеет право на седацию, в том числе даже глубокую, и даже в тех случаях, если эта седация применяется в таких дозах, которые могут быть смертельными для данного пациента. Особенностью французского врача является его абсолютная обязанность постоянного сотрудничества врача с пациентом и его родственниками и близкими. Ну и воля пациента, высказанная заранее, кстати, она не всегда должна быть высказана нотариально, она обязательно для французского врача. Ну и вот два таких момента, на которые я хочу обратить внимание, они просто самые яркие для того, чтобы продемонстрировать ситуацию, которая складывается с окончанием жизни пациента в условиях реанимации. Врач обязан приостановить или не проводить лечение, которое не имеет другого эффекта, кроме как продление искусственного поддержания жизни. И врач обязан обеспечить такой уровень аналгезии и седации, который требуется для пациента, даже если это ведет к сокращению жизни этого пациента. Почему вот такие исследования, они на самом деле позволили принять ряд юридических актов и в Америке, и в Европе, и тем не менее вопрос этот остается дискутабельным. Примером чему явилась стадия 2019 года, где три топовых лица, которые занимаются окончанием жизни пациента в Америке, во Франции и в Израиле, скажем так, продекларировали свое отношение к тому, что происходит в отделении интенсивной терапии. И я для сокращения времени не буду останавливаться на каждом их постулате, восемь их всего. Но тем не менее, просто так пробегусь, что данные доктора сказали, что они не будут проводить неполезное лечение, они никогда не допустят намеренно продолжающуюся боль или беспокойство у пациента, если пациент только не указывает, что он хочет, чтобы это все сохранялось. Такое тоже иногда бывает. Они никогда не стали бы ограничивать посещение пациентов родственниками, не стали бы перекладывать заботы об уходящих пациентах на какую-то специальную часть команды. Здесь речь идет именно о том, что в многих странах обсуждается вопрос, следует ли создавать специальные команды палиативной помощи, которые выезжают в отделение интенсивной терапии для проведения палиативной помощи. Нет. Специалисты считают, что все-таки это наша забота, и мы можем себе позволить 20% наших пациентов обеспечить тот уровень ухода из жизни, которого они достойны. Никогда бы эти люди не спросили у пациента, хочешь ли, чтобы сделано было все для тебя и их родственников тоже, просто по одной причине, что все для всех пациентов разное, и одни пациенты включают во все, в том числе и сердечно-легочную реанимацию, а другие просто считают, что дайте мне спокойно полежать, чтобы меня никто не трогал, и на этом успокаиваются. Никогда бы, конечно, представители европейских анестезиологов не приняли бы решение об окончании жизни, не реализовали бы его, это понятно. Они никогда не сказали бы пациенту, как он долго будет жить, поскольку это неэтично, и мы не можем предсказать, что будет дальше, буквально в течение нескольких минут. Ну и никогда, естественно, мы не сократили бы жизнь пациента, отменив лечение. Эта статья вызвала своеобразную дискуссию, очень небольшую, но тем не менее вызвала. Именно в связи с тем, что, казалось бы, все решено, и опять снова этот вопрос поднимается, что свидетельствует о том, что на самом деле, несмотря на все юридические акты и в Европе, и в Израиле, эти вопросы о окончании жизни пациента в реанимации еще до сих пор не решены. Ну и заключая небольшое такое мое сообщение, этот вопрос очень волнует меня и моих коллег, поскольку в нашем отделении реанимации, точно так же, как и в других отделениях реанимации, около 20% онкологических пациентов поступают к нам, не потому, что они должны продолжать жить или интенсивную терапию, а они должны закончить жизнь в нашем отделении. Так считается, скажем так, медицинским сообществом. И вот что мы имеем у нас на отделении. Мы никогда намеренно не сокращаем жизнь пациента, но, к сожалению, часто намеренно продлеваем его жизнь. При этом я сейчас буду говорить специально только о себе, чтобы не перекладывать ответственность за то, что сейчас я скажу на кого-то другого. Я прекрасно знаю, что существует ненужная терапия, которую мне бы очень хотелось иметь право отменять, в случае, если я понимаю, что такая терапия не полезна для пациента. Мы в своих действиях ориентируемся на мнение контролирующих органов и медицинского сообщества. Мы почти никогда не прислушиваемся к тому, что нам говорят пациенты. А уж тем более мы не берем во внимание то, что говорят родственники. Я в своей работе ориентируюсь на желание пациента, и многие коллеги меня в этом поддерживают, даже если оно высказано устно и нет никаких нотариально заверенных документов. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем мы могли обсуждать это открыто, не боясь каких-либо репрессивных действий со стороны контролирующих органов. Мы всегда находимся в замешательстве относительно того, когда стоит перейти от понятия лечения у конкретного пациента к понятию комфортного ухода из жизни. Это очень тонкая грань, она очень сложно поддается какой-то дифференцировке, и наши европейские, американские коллеги тоже не всегда понимают, где та грань, которую можно переступить. Поэтому у нас есть определенный такой подход. Если у пациента уже находится на каком-то виде поддержки дыхания, и это сочетается с высокими дозами вазопрессоров, то мы переходим от понятия лечения к понятию комфорт, перестаем вводить какие-то дополнительные препараты. Но это касается нашего отделения, а в принципе хотелось бы, чтобы такие ситуации были продуманы четко, конкретно, и обсуждены сообществом анестезиологов. Мы не отключаем, конечно же, пациентов от аппаратов, которые поддерживают их жизнь. Но это часто является необоснованным, и необоснованно же мы увеличиваем медикаментозную терапию, а именно увеличиваем количество вазопрессоров, добавляем гормоны, качество инфузионной терапии изменяем. Да, конечно, я не отключу пациента от аппарата ИВЛ, но я и не стану его интубировать, если понимаю, что осталось не так много времени. Если пациенту максимальная доза препаратов вазопрессоров уже проводится, то мне бы хотелось, чтобы у меня было юридическое право отменить эти препараты или не использовать их вовсе. Кроме того, что касается проблемы седации, мы ограничены не только тем, что у нас есть по инструкции. Сейчас очень много внимания уделяется тому, как мы используем препарат. По инструкции, против инструкции. Off-label, out-label. К сожалению, это требует от нас дополнительных усилий. Что касается седации и превентивной анагезии, я в своей практике с этим очень часто сталкиваюсь, что я не могу просто так назначить пациенту ни анагезию, ни превентивную седацию. Мне приходится всегда объяснять, почему я это делаю. Так вот, в отношении пациента, которому осталось несколько часов жизни, мне бы хотелось это делать без дополнительных объяснений. Для того, чтобы обеспечить его комфортный уход из жизни, если только пациент не высказал обратного мнения, потому что и с этим тоже мы на отделении сталкивались. Пациент иногда хочет сохранять полное сознание для того, чтобы контактировать с близкими, которые ему дороги. Ну и последнее по поводу близких. Мы часто препятствуем родственникам находиться рядом с умирающим и всегда удаляем их в последний момент, особенно если речь идет о сердечно-легочной реанимации, для того, чтобы они не понимали, что происходит. Поменять эту концепцию очень сложно. Это зависит не только от врачей, но очень бы хотелось, чтобы, если родственники пациента принимают участие, они понимали, что происходит, и понимали всю тяжесть этого состояния. И если родственник выражает желание присутствовать при сердечно-легочной реанимации, я не имею в виду, конечно, коронавирусный период, это отдельный разговор, то таким родственникам я сразу сообщаю, что это будет крайне тяжелое зрелище. Если они готовы принять на себя этот удар, то да, пожалуйста, пусть они смотрят, как мы проводим сердечно-легочную реанимацию. Ну и последнее. Мне бы очень хотелось в перспективе, особенно с учетом того, что у нас был первый доклад, посвященный юридическим аспектам, иметь право сделать запись в истории болезни, что не только у нас сердечно-легочная реанимация не проводилась по причине фиксации смерти мозга, но и чтобы была такая формулировка, возможность с дополнительными документами, что она не проводилась по желанию пациента и его родственников. Ну и небольшое резюме. Понятно, что перспективное юридическое решение проблемы на данный момент не существует. По крайней мере, в ближайшие 10 лет. Но мне кажется, что рекомендации так или иначе должны быть созданы в ближайшее время для того, чтобы избежать каких-то судебных разбирательств на этом фоне. Возможно, таким выходом будет не только создание рекомендаций в рамках Федерации анестезиологов, но еще и совсем недавно был объявлен конкурс на социально значимый проект Федерации анестезиологов и реаниматологов. Возможно, это будет выходом для нас, если мы захотим решить эту проблему сообща. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова